Слышите эти странные звуки? Как вы думаете, откуда они исходят? Ева опять за свое взялась. Не успела трава подрасти. Не успела трава подрасти, она уже ее скумет. Короче, на 5 сантиметров подросла, она уже ее скумет заново. Видите? Вы себя не хотите показать. А нас тут любовь. Видите, как мы хорошо сидим на перчатке. Да, Хрюша? Давай похрюкаем. В общем, пришли его поддержать. Морально, да? Хрюша. Хрюша. Ахрюша. 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 Зелал ей временные опутанки такие, такие одноразовые. Потому что те, которые такие блатные красивые, из армейского ремня кожаного, она пытается снимать. В общем, посадил ее на присаду возле орланчика, там где Филимон сидел. А Филимона перенес в другое место. Передислоцировал. Вот он наш Филимон. Под кустиком лежит. А Хрюша, значит, там где Филимон жил. Ну и пока она там привыкает к новой присаде. К апутанкам. В общем, будет жить там, наверное, пока. Посмотрим. Ну, так что поближе к орланчику. О, здрасте. Здрасте. Прием, Арыныч. Тут многие подписчики спрашивают, когда ты будешь там на Добра Ниждиты на своем канале рассказывать. Буду. Когда? Ева, ой, не Ева, а как ее там? Мила. Мила. Йовович. Йовович, да. Уже... Содрала мою идею. Да, она, короче, говорит... Начала сказки читать. Да. Про Муху Цокотуху, короче, сказку рассказала. Я это увидел и с восторгом. Разочарование. С разочарованным восторгом. Убывает? Выслал это видео Еве и она была, конечно, в шоке. Как так? Как так? Ее идею кто-то уже украл. Да. Ну, в общем, поэтому... Ничего. Мы все равно расскажем и будем какие-то редкие такие сказки читать. Которые никто не знает, да? Да. Такие редкие, редкие. А, тебе тяжело держать. Я думала, а ты руку можешь шоторнуть, чтобы нормально смотреть в экран. У нее уже просто рука отпадает. Я уже минут десять ношу ее. Привет. Да? Да. Так что... Вот, ракурс поменяю. Так что будет это. Скоро Ева откроет свой канал. Не, он у нее есть, конечно, но у нее... Он спящий. А, в спящем режиме. Да. В режиме ожидания. Мы будем редкие сказки там какие-нибудь читать. Да, у Евы там полный чемодан книжек детских. Так что скоро она свой... Скоро будет блогер-сказочник. Ха-ха-ха-ха-ха. А что, прикольно. Ну да. Как ты для взрослых. О, будем эту... Хрюшу. Вот это будет Хрюша. Хрюша. Ну, как бы идея такая. Ты будешь... Ты будешь Степашка. Ха-ха-ха. Это будет Хрюша, да? И Ева. Будешь сажать... Будем сажать ее на присаду возле тебя. И ты будешь... О, ты будешь ей сказки читать. Постараешь на ночь. Круто? И кормить при этом цыплят. Нет. Ха-ха-ха. Детям такое не понравится. Хрюша, Ева тебе будет скоро сказки читать. Постараешь на ночь. Каждый день. 21.00. Выходим в эфир. Все. До встречи в эфире. Я пошла. Все. Всем пока. До встречи в прямом эфире. Ева продолжает косить траву у дома. А мы с Хрюшей гуляем тут. Тащимся. Видите, как такой процесс выноски происходит. Так, ладно. Всем пока. Пишите письма. Звоните в колокольцы. Приближаемся к 40 тысячам подписчиков. Там еще чуть-чуть осталось. А в колокольцы. Ага. Надо попробуем. На своем канале будешь рассказывать. Ха-ха-ха. Куда и во что звенить. Я вдвоем буду говорить. Звоните в колокольцы. Да. Ну так. Такой был вам. Отмашка. Да. Да. Это типа до связи в прямом эфире. Все. Всем пока. Пишите. Звоните. Всем 100 тысяч подписчиков. Да? 100 тысяч или сколько? Или 200 тысяч? Давай по максимуму. По максимуму. Пол миллиона. Правильно. Именно эту цифру я хотела. Однозначно. Всем пока. Ухи не трожь. Пишите. 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 Продолжение следует...